Здравствуйте! Вы знаете, сегодня очень спорный день. Тору, кстати, не учат, учат только законы Девятого Ава, Книга Иха. Но мы с вами про Девятого Ава и поговорим. Обратите внимание, государство Израиль существует на своей земле уже много десятков лет. Но мы так и не досудились выполнить свою основную задачу в этом мире. Какая задача построить храм? Наши мудрецы говорили, что любое поколение, в котором храм не отстроен, как бы его разрушает. Да, действительно, мы разрушители храма. И вот это действительно повод для того, чтобы расстроиться, печалиться в этот день. То есть, если бы мы жили в любом историческом промежутке, храм бы стоял, мы бы его разрушили. Наши действия разрушили его. Наше нежелание идти по пути Бога разрушило бы его. Написали мудрецы, что стоит посвятить вот этот день, в первую очередь, осмыслению именно этого горького факта. Все остальное это вторично. Мы уже говорили, что вот сейчас начинается шаббат, шаббат-утешение. На утешение чем? Как можно утешить человека, у которого нет храма? Его можно утешить, очевидно, только одним. Рассказать ему, как построить новый или дать ему новый. Поэтому мы должны вот закончить 9 айвен и сразу начинать строить храм. Сразу начинать что-то делать в духовном плане. Я уже много лет рассказывал. У меня нет, к сожалению, в этот день особой скорби такой. Я не могу ее в себе пробудить. И я когда-то обратился к своему раввину, великому человеку, Раву Искак Абрамовичу Когану, раввину Бронной. Я говорю, знаете, Искак Абрамович, что-то у меня в этот день как-то обычно, не вообще положительная только строительство храма мысли, но в этот день у меня нет скорби. Он говорит, ты знаешь, у меня тоже. Потому что если человек в течение года строит какие-то вещи, что-то делает, что-то духовное, хотя бы чуть-чуть, чего его плакать? Представьте себе, нам надо построить новый храм, и все мы сидим и плачем, но так же не построишь. Значит, те, кто строит, плакать не должны. Поэтому давайте записываться в строителей, как бы, вот в смысле это, не просто сидеть там с Богом, смотреть, о-о-о, как оно все. А вот строить, строить, иначе это все ложный один день поплакать, и потом идти дальше добивать его, это не подходит. Поколение пустыни, вот сыны Израиля, вышедшие из Египта, были поколением колоссального знания. Они стали на уровне, там, почти Машара Бейна, увидели божественное, там, поколение же, которые, они прошли пустыню, то есть они укрепили морально. Но мы, мы, мы пришли в страну Израиля, если, да, все здесь уже совсем другое. Нужно заниматься дезинными делами, трудиться в условиях материального мира. И поэтому, вот с нас спрашивается за стройку, а не с них, да, поэтому еще одну вещь надо понять, очень просто. Почему нам предписано в этот день, предписан в этот день траур? Да по одной простой причине, что мы поняли, что мы потеряли посольство Бога на земле. Думается, был Бог, Бог, вот такой, дал нам посольство. А теперь он есть, а посольства нет. И у нас у каждого своя индивидуальная связь. Мы потеряли коллективную связь с Богом, и об этом мы должны плакать. Мы должны об этом плакать. Классическое объяснение разрушения храма, это объяснить наказание, это было наказание за грехи. Но есть и другое. Я уже выхожу из сложности. В случае разрушения первого храма была сильная эпоха. И переход от системы был пророческий. Пророки были. Бог давал евреям готовые решения через пророков. И перешли к иудаизму мудрецов. Почему? Потому что мы уже сами должны начать формулировать новую мудрость, опираясь на тору пророков, проявляя собственные духовные и интеллектуальные усилия. И объясняют нам мистики, что переход от пророков к мудрецам, это обычный процесс взросления. Управление через пророков, знаете, что напоминало? Как папа навязывает маленькому сыну готовые решения. Это так, это так, это так. Система мудрецов, в которой мы находимся, это уже взрослый сын. Это тот, что знает, что хочет папа, но сталкивается с новыми вызовами, находит новые решения. И вот в свете этого можно понять основную трагедию нашего 9-го года в следующем году. Первое. В пустыне была обусловлена проблема отказом быть слугой Творца. Выполнять его повеление. Десять разведчиков убедили народ остаться в пустыне, на всем готовом, в положении чего? Детей на малой каше. Все хотели всю жизнь остаться в детском садике. Всю жизнь остаться, пришел, завтрак завернули и пошел. Так не бывает. Результатом была отсрочка входа в Израиль на 40 лет блуждания и гибель всего поколения. Разрушение первого храма и первое знание было наказанием еще из-за отклонения от того, что вы говорили. За тяжелейшие грехи потом началось и так далее. И знание длилось 70 лет. Срок жизни среднего человека, потому что не грешить человек не может, а это было в первый раз. Но мы то с вами, мы с вами уже неизвестно какое поколение. Если храма нет, это значит мы с вами вот эти вот, которые не можем додуматься, дойти, не можем сделать вот этот шаг для того, чтобы спасти мир. Да, каждый из нас, выучив один урок, одну страницу, один целом, он конечно сдвигает мир к добру. Вот об этом надо подумать в этот очень сложный день. Субтитры создавал DimaTorzok